Приветствую вас! Давайте попробуем ответить на вопрос, который вы задаете, и разобраться с тем, что у вас произошло. Итак, вы пишите о том, что встречались с мальчиком год, и начали с ним жить вместе. Значит, вы жили с мальчиком этим вместе какое-то время, если я правильно вас понял, а потом он начал от вас отдаляться. Потом. Ага, после того, как вы начали жить вместе. Ситуация, конечно, неприятная, безусловно. Очень неприятная ситуация, и он вам говорил, такие вещи, мы не стоим на ногах, рано начали и прочее, прочее, прочее. Вы, стрябя зубами, это приняли. Вот интересно, интересно, зачем? Ну, то есть, приняли вы это? Это... С какой перспективой поняли это? В каком контексте вы это поняли? Как вы это для себя уяснили? Как вы для себя это усвоили? Да? Вот как? Как вы это сделали? То есть, человек предлагает вам, условно говоря, пожить раз в день. Да? Человек предлагает вам пожить отдельно, говорит, что вы слишком рано начали, да? И, собственно, вы говорите, что, ну, хорошо. Хорошо, я принимаю то, что ты говоришь. Вот. Хорошо, я принимаю это, как бы говорите вы. А что происходит потом, когда вы понимаете, что мальчик-то, собственно, не хочет больше с вами жить? А что происходит дальше? А что происходит дальше? Когда вы это понимаете? Вот, что, на мой взгляд, очень важно. На что вы надеялись? Что он побудет какое-то время без вас. И после этого вернется назад, обратно к вам. Чем обусловлена была подобная ваша надежда? Важный вопрос. Потому что, ну, если вы, скрипя сердцем, скрипя зубами, приняли такую его позицию, несмотря на то, что вам эта позиция явно не нравилась и так далее, то я полагаю, что, ну, очевидно, что вы чего-то хотели, очевидно, что вы на что-то расчистывали. И мне очень важно здесь понять, чем была продиктована ваша надежда. Потому что, как это видится мне, здесь имеет место быть, ну, на мой взгляд, конечно, определенная иллюзия, вот как это видится мне. И необходимо эти лизы развеять. То есть, что-то, получается, заставляло вас думать, что у вас еще все получится. Хотя, банщик вам говорил о том, что, в общем-то, он не хочет быть с вами пока что. Хочет он быть один, и вообще отношения его пока устраивают в большей степени не серьезно. Ну, хорошо, вы принимаете его позицию, а после вы говорите, что он какое-то время звонил, а в последнее время перестал звонить. Я у него интересуюсь, что случилось, а он в ответ мне некогда на отношения, которые ты хочешь. И после этого вы задаете нам вопрос, что с ним случилось. Вы знаете, ну, я вам могу сказать на самом деле следующее. Что мальчик, как бы вам так сказать, мальчик, он как бы немного разочаровался в жизни с вами. Мальчик, он как бы понял, что то, что от него требуется, то, что от него нужно вам. Он дать не может, или не хочет, или не желает. И он понял, что для него это слишком. Отношения, которых вы хотите, для него слишком. Человек просто взял и начал избегать ответственности. Человек понял, что тот груз ответственности, который вы хотите на него повесить, тот груз ответственности, его не устраивает, ему не нравится, ему тяжело это воспринимать, невозможно воспринимать. И, собственно, человек выбирает отдаление от вас. И надо сказать, что отдаление выбирает он для вас довольно-таки щадящее. Ну, то есть, я хочу сказать, что мог бы вас как-то обидеть, изменить мог, там, как-то еще мог поступить, там, за деятельность, например. Что-то еще могло произойти, вот. Но он поступил довольно-таки деликатно. Он вам говорит честно, что я не могу быть с тобой, я, как бы, вот, на сегодняшний день не готов к такому роду отношениям. И надо сказать, что это, ну, означает то, что человек принимает. Человек принимает то, что он не готов к серьезным отношениям, по сути, я. И вопрос в том, заключается теперь, на мой взгляд, принимаете ли это вы? То есть, понимаете ли вы, что у вас с ним, с этим мальчиком, может быть, изначально, может быть, изначально, все было серьезно, может быть. Но, впоследствии, впоследствии, человек понял, что ему, например, тяжело, человек понял, что не выдерживает. С грузом ответственности, который он начал чувствовать после того, как, ну, вы стали вместе. И он решил от вас удалиться. Вот, в принципе, то, что произошло с ним. Я понимаю, что вам это может быть не по душе. Я понимаю, что вы к этому не готовы. Я это все могу понять. Ну, и вы тоже постарайтесь понять, что таковаряем. Мальчик, я полагаю, он не просто так мальчик, а он мальчик именно потому, что не смог дать вам то, чего вы действительно хотели. Он мальчик именно потому, что он слишком молод для того, чтобы действительно выступать серьезным партнером в отношениях. Теперь вопрос. Что вам делать? Как себя вести в этой ситуации? Значит, как правильно поступить? Если честно, вопрос-вопрос тоже довольно интересный. Как поступить в данной ситуации? Как поступить, чтобы что? Юлия. Вот, как поступить, чтобы что? Что вы хотите? Чего вы хотите? Если хотите его вернуть, то это одно. Здесь нужно вам принять его выбор. Не давить на него. Ни в коем случае на него не давить. Давить сейчас на него нельзя. Вот. А если вы хотите его вернуть, то, соответственно, нужно занять такую форму общения с ним сейчас. Чтобы она его, эта форма общения целиком устраивала. Чтобы она ему нравилась. Чтобы он не чувствовал давление на себя. Если вы хотите жить дальше, если вы поняли, допустим, что вам нужно идти дальше по жизни вперед, то человека логично отпустить. Вам саму его постараться забыть. Ну, то есть, не в буквальном смысле слова забыть. Это невозможно. Я имею ввиду, что забыть. В том плане, чтобы двигаться дальше, причаться с другими мужчинами, общаться с ними и так далее. То есть, жить, по сути, в своей жизни. Вот. Вот. Вот это то, что, вот это то, что вам можно сделать, на самом деле. Это то, что вы реально можете сделать. Вот. Вот. Если хотите быть, как бы, счастливы. Вот. Но, естественно, естественно, можете и не делать, если считаете, что ваша жизнь, она связана, например, только с ним. Но, тогда, боюсь, ситуация будет складываться таким образом, что вы будете, как бы, чересчур зависеть от человека. Вы будете чересчур ныздаться в него. И ваша жизнь будет подвержена, собственно говоря, влиянию этого человека. А это не есть хорошо, опять же, именно для вас. Надеюсь, в этот момент вы для себя постараетесь понять. Обязательно. Потому что он важен. Этот момент. Этот момент, он, на самом деле, очень-очень важен. Вот. Если мы говорим с вами, именно, именно в том контексте, да, что вам делать. Конечно, я предполагаю, что вы можете не справиться. И ситуация может складываться так, что вам будет достаточно тяжело его забыть. Но тогда вопрос стоит о том, что у вас есть определенные потребности. Свои потребности. И эти потребности через молодого человека вы будете, вы, пытаетесь реализовать. Это уже не есть хорошо. И тогда вам необходимо работать непосредственно с тем, чего вы хотите, почему и как. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.